Друзья, у нас в гостях Роман Позняков, психолог, психотерапевт, как раз таки человек, который абсолютно все знает о бунтах и как с ними бороться. Роман, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Роман, сегодня мы задаем вопрос всем нашим телезрителям, против чего бунтовали в подростковом возрасте или в детстве. Можно вспомнить детство золотое Романа Познякова и сказать, бунтовал ли и против чего, если да? Конечно, бунтовал очень сильно. Я был увлечен очень рок-музыкой, за что в школе получал все время выговоры за преклонение перед всяким западным. Воровал с друзьями, болванки с магнием взрывал, натриевые клапаны, на стройке мы ломали кирпичи всевозможные. То есть, ну, прям, в общем-то, в деньги играл, опять-таки, я помню, у нас там был, как-то мы их там ловили очень хитро. Вот, так что уже даже какие-то заработки у меня были лет в 13, если мне память не изменяет. На стороне, среди гаражей между своими... Ну и курить, конечно же, да. Курить это обязательно. Полный комплект. Смотрите, причем, вот вы начали с музыки. И действительно, в какое-то время рок-музыка была таким протестом. Сейчас, наверное, у молодежи, я не знаю, будет, может, рэп, да, в какой-то степени тоже выражение протеста. Еще раньше, если окунуться, то там, ну что, какие-нибудь Битлз. Ну, в общем, каждый раз протест, так сказать, шел под музыку определенной группы. И только Владимир Ильич Ленин шел без музыки правильного сопровождения. Ну, с бревном бывало. И жил, и шел. Ай да вы, Вячеслав. Смотрите, сразу возникает вопрос. То есть подростковый бунт, это все-таки реакция определенного возраста на весь мир вокруг? Или же это, опять же, ошибки в воспитании родителями? Нет, ни в коем случае. То есть, ну, ребенок превращается во взрослого. То есть, у него появляются, с одной стороны, более взрослые потребности и более взрослые умения. Ну, то, что я сказал, то есть, я научился зарабатывать деньги, пусть не самым таким хорошим путем, да легальным путем. То есть, у меня появилось свое мнение, оно подкреплено моими там сверстниками, одноклассниками, еще кем-то. Мы создаем уже какие-то группировки, эти группировки могут влиять на что-либо. То есть, мы можем свести учительницу с ума, мы можем пойти устроить конфликт соседней школы. То есть, мы взрослые, мы самостоятельные. То есть, это определенный этап, когда ты уже из ребенка переходишь в более соображающее... Ну, и получается, одна нога я еще ребенок, а другая нога я уже взрослый. То есть, вот, конечно, очень мощный такой конфликт, он и внутренний, и социальный. А это всегда конфликт? Или есть возможность как-то перейти мирно? Ну, я бы говорил, что он просто может быть не выраженный конфликт, и очень выраженный, гипертрофированный. Но он в той или степени в норме, он есть, потому что, ну, это такая проба. Проба там, не только голос у меня ломается, но я пытаюсь этим голосом заявлять о себе, настаивать на чем-то. То есть, мне там нужна моя комната, мое пространство, это мои вещи, то есть, я хочу там замок на дверь поставить. Ну, и так далее. То есть, такая заявка. Ну, то есть, вот, конфликт отцов и детей, он вообще будет всегда, да? Он будет всегда, безусловно. Более того, я говорю, что если его нет, я бы больше задумался о том, что здесь что-то не то. То есть, минимальный конфликт, он должен быть, обязан. Ну, мне кажется, вот, как раз, что здесь что-то не то. Аркашек говорит о том, что там раньше рок, да, протест, до этого там будет Битлз, тоже протест, да. А сейчас, мне кажется, что рэп, это не протест. Сейчас, мне кажется, что вообще молодое поколение, оно более инфантильное. Перестало протестовать. И оно перестало протестовать. Жизнь стала лучше, жизнь стала пожирнее. Гаджет есть, еда есть, такая хочешь, можно не готовить, можно заказать. Значит, что там еще, одежда есть, не надо доставать какие-то супер-пупер шмотки, да? Время поменялось, и сейчас на фоне того, что все есть, против чего будем давать? Ну, это так, но я бы так предположил, что сейчас конфликт, вот этот бунт уходит больше в провода, в виртуальный какой-то мир. Ведь там ребенок тоже может реализоваться, причем реализоваться по всем пунктам. Опять, зарабатывать деньги, я понимаю, что сейчас какие-то появились возможности создавать свою какую-то общину, свою какую-то... Заводить канал на YouTube, блогинг и прочее. И это тоже такой некоторый, он просто более пассивный такой бунт, что, ну, дайте мне только возможность уйти в мой мир, вот в этот, то есть там находятся всевозможные способы. Но он тоже такой протест некоторый. То есть я протестую против этого вашего взрослого реального мира и ухожу вот в этот подростковый виртуальный мир. Все, что чересчур, это всегда плохо, то есть, но если это некоторый баланс, то есть соблюдение некоторой вот этой вот паритетности, то почему же нет? Почему ли мы не можем от этого никуда и деться? Вот сейчас мы посмотрели сюжет, подборку как раз-таки подростков, да, которые высказывались по поводу бунта своего, в том числе, почему они протестуют. И многие говорят, что их не понимают родители, учителя, мы как-то по-другому, относятся к ним как к детям, а мы все взрослые и так далее. А вообще возможно понять подростка? Вот возможно ли как-то его полностью удовлетворить своим вниманием? Ну здесь, конечно, стоит вспомнить Федора Михайловича Достоевского произведения у подросток, ведь оно входит в пятикнижие великое, да, и про тоже вот этот конфликт подростка, конфликт со взрослым системой. Понять, ну не то что можем стремиться к пониманию, ну мы, конечно, обязаны, это ведь наши дети, наши подростки, то есть. Но понять мы не можем, мы не можем окунуться вот в эту вот конфликтную мощнейшую среду. Другое дело, что есть наша очень важная такая задача создавать некоторые границы, о которых бы ребенок мог бы опираться, на которые бы мог он равняться. То есть тогда этот бунт, он может быть, ну канализирован, он может быть, ну самый лучший такой психологическое айкидо, когда мы этот бунт используем в благие какие-то цели, вот эту энергию юноши, максимализма, да, можем направлять в нужное русло. Хорошо, но это замечательно, это идеальная картина, когда взрослый человек, да, с высоты своих прожитых лет может вот направить этот бунт и эту неуемную энергию в нужное русло. А если не получается у взрослого человека, вот он начинает подавлять, вот стоит ли подавлять или стоит потакать? Не получается вот идеальной картины? Опять, здесь вот понятие границ очень такое простое и сложное одновременно, то есть создать, ну не знаю, там, позже десяти в дом приходить нельзя. То есть дверь будет закрыта, то есть ты будешь ночевать на улице, но это не блеф какой-то, это реально закрытые двери. Подождите, это допустим отец сказал, да, отец сказал и все, но мама-то, но материнское сердце-то дрогнет и откроется дверь. Здесь даже еще хуже, то есть там еще у нас целая бабушка, тем более вообще. Поэтому очень важно некоторую договоренность иметь, то есть когда вся семья выставляет определенные границы, но важно поставить эту границу и потом ее уже вот, вот о нее необходимо... То есть не размывать эту границу. Не размывать, чтобы о нее ребенок, подросток мог опираться, то есть это будет такая канализация бунта. То есть уж если вы ставите границу, то ставьте ее. Идите до конца, да. Лучше не ставьте вообще, но это договориться с бабушкой, потому что если бабушка потом потихонечку откроет дверь, все, у ребенка конечно появится такая прям лазейка, то есть он ее быстро очень размоет, расширит, устроит, где подростки же они манипуляторы, то есть в доме будет война, мама будет воевать. Ну вот у меня, допустим, у меня в семье было так, что мы жили с бабушкой, и соответственно, что бы ни случилось, бабушка у меня была первой адвокат вообще. Это сразу же. Если что-то вдруг, бабушка вставала и говорит, так, вырастет, поймет. Ну конечно, дети они... Ну я юзал, да, вот на чувствах бабушки играл. Этот канал хороший, да. Поэтому с бабушкой тоже необходимо зачастую, с бабушкой как с подростком, ведь бабушки они так к подросткам-то приближены достаточно сильно. А вот, интересно, интересно. Нет, ну действительно, потому что начинаются же возрастные изменения, ты становишься сентиментальней, ты становишься немножечко глупее. Нет, ну там тоже свой переход начинается из взрослых, ну в старости, это тоже такое место. Хорошо, а вот вы сказали фразу «вырастет, поймет». Это я сказал. Хорошо прозвучало здесь фраза «вырастет, поймет». Это все-таки такое пускание на самотек, да, этой ситуации. Не как-то не аукнется ли это в будущем? Не вырастет ли этот человек, которому родители, так сказать, ну практически позволили все, да, ожидая просто момента, когда он повзрослеет, не станет ли он каким-нибудь, я не знаю, не социально адаптированным человеком в возрасте? Ну это умно насчет социально неадаптированной. Ну то, что проблемы могут быть, конечно, то есть если говорю, опять границы все размазаны, их толком нет, то есть, то, конечно, ребенку получить какие-то проблемы в будущем очень велика вероятность. Роман, и завершающий вопрос, так буквально-таки можно односложно ответить. Такие, ну я не знаю, подростковые бунты, они будут всегда, всю жизнь? Когда-нибудь закончатся? Или когда-нибудь это все закончится? Не дай бог, чтобы они закончились. Ах! Роман Позняков, психолог, психотерапевт был у нас в гостях. Спасибо огромное, движемся дальше. Субтитры сделал DimaTorzok